Боулинг без шара, бильярд без кия, керлинг без щеток. Примерно так можно описать новые игры, которые накануне поступили в Северодвинскую организацию инвалидов. Играть в них может абсолютно любой, но для участия в соревнованиях потренироваться все же стоит. В этом убедилась наша съемочная группа. Вот сейчас у меня полный ряд, это два стычков. Еще двойка. И так дальше. Сразу, не сразу, но стало получаться. Иногда побольше выбиваю, иногда меньше. Сергея Киприянова можно смело назвать самым лучшим игроком Джакала в области. Новую игру он освоил быстрее остальных членов Северодвинской организации инвалидов. А кроме них, в поморье в Джакала не играет пока никто. Задача попасться деревянными дисками в одни из четырех ворот. Игра подходит для людей с любыми возможностями здоровья. Керлинг, керлинг, получается. Вон, смотрите, почти все в кучке. Керлинг без щетки – это игра шаффлборд. Она также теперь стоит в комнате реабилитации. Ее накануне открыли в Северодвинской организации инвалидов. Игры только на первый взгляд кажутся простыми. Но попасть в десятку получается не у всех. Во время тренировок развивается координация движений, мелкая моторика рук, меткость и даже мускулатура. Для инвалидов – идеальный набор. Нам нужны места для тренировки. Нам нужно тренироваться в эти игры. И заразить своим примером, этим азартом, заразить людей нашего города. В будущем участвовать в областном проекте, в областных конкурсах. И заказать еще больше игр. И развивать дальше их здесь. Эту идею представители организации подхватили на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале в Сочи. Там наши спортсмены участвуют не первый год. Дальше выступили на конкурсе проектов для некоммерческих организаций и получили 50 тысяч рублей. Когда комиссия подсчитала, на что затребованы средства, как они будут реализованы и какова целевая аудитория, мы даже сокрушали, что мы готовы были бы дать больше. Но, как сказала Ольга Николаевна, для первого этапа мне достаточно столько. В следующий раз я напишу новый проект. Специально для комнаты реабилитации отремонтировали помещение. А к открытию представители организации даже украсили его шарами. Теперь здесь будут проводить тренировки по понедельникам и четвергам. Потом планируют устроить соревнования для инвалидных организаций города. Кстати, в комнате осталось место для новуса еще одной игры. Она будет напоминать миниатюрный бильярд.